Мы традиционно собираем города Побратима на празднование Дня города. К сожалению, пандемия не позволила нам собраться в офлайн-формате, поэтому впервые собрались по ВКС. Конечно, часть нашей встречи была посвящена грядущему юбилею 800-летию, который будет проходить в следующем году. Мэры городов были приглашены на этот юбилей, в том числе жители городов Побратимов. Мы формируем общую программу, которая будет полезна не только городу Нижнему Новгороду, но и городам Побратимов. Безусловно, международное сотрудничество и в экономической, и в социокультурной сфере очень важно для нас всех. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, Нижний Новгород развивает партнерские связи с зарубежными городами. В частности, планируется создать институт послов Нижнего Новгорода в городах Побратимов. Таким послом может стать представитель бизнеса, культуры и искусства. Журналист, который был в нашем городе, сотрудничает с нижегородскими предпринимателями и готов рассказать о Нижнем Новгороде за рубежом. Кроме того, ежегодно в Нижнем Новгороде предложено проводить День городов Побратимов. Главной темой онлайн-встречи стало предстоящее 800-летие Нижнего Новгорода. Юрий Шалабаев пригласил делегации городов Побратимов принять участие в торжествах, а председатель Министерства иностранных дел России в Нижнем Новгороде заявил о готовности оказывать всесторонное содействие в организации визита. По линии Министерства иностранных дел России будет оказано полное содействие в организации празднований 800-летия Нижнего Новгорода. Мы будем использовать возможности наших посольств и российских центров науки и культуры по рубежам. По обращению администрации Нижнего Новгорода мы окажем официальным делегациям городов Побратимов консульскую поддержку без взымания консульского сбора, то есть оформление виз бесплатно. Мы ожидаем, что на следующий год к нам приедут зарубежные гости из нескольких десятков стран, которые примут участие в разнообразной культурной программе юбилейных торжеств. И я думаю, что для нижегородцев будут очень интересные события, которые начнут уже в конце этого года и весь следующий 2021 год.